Приветствую, дорогие друзья! Сегодня, как и обещали, мы поговорим немножко о нашей ответственности за действия других людей и как бы нашим участием в этих действиях. Конкретно будем говорить о том, где позволительно и непозволительно работать христианину в каких сферах, морально христианин может работать, но и точно так же в каком бизнесе он может участвовать, какой бизнес он может строить и так далее. Вот что вы думаете на эту тему? Есть ли какие ограничения? Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель. Доктор практической теологии. Любит природу. Ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальные блага – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии. Увлекается горным туризмом. Женат. Воспитывает двоих детей. Артем Сорокин. Владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат. Вопрос интересный, на мой взгляд. Потому что действительно ограничения есть. Есть сто процентов виды деятельности, в которых совесть христианина не может позволить ему работать. То есть деньги пахнут? Дело не в этом. Дело в том, что есть услуги, которые христианин оказывать, например, не может. Есть товары, которые христианин продавать не может. Потому что они приносят вред, и они, так скажем, греховны по своей сущности. Такие вещи, такие услуги и вещь продавать христианин не может. Ну, а есть такие товары или такие виды деятельности, которые очень пограничны. И кажется, что я не провожу, не произвожу, но частично участвую вот в этом процессе продажи или еще какой-то деятельности, косвенно может быть. И совесть человека может быть уже как-то, ну, его обличает совесть. Где провести грань, где я участвую непосредственно, и где от меня ничего, может быть, не зависит. Есть много примеров. Ну, например, человек в супермаркете работает, на кассе стоит. И тут хлеб пошел, тут хорма пошла, здесь бутылка водки стоит. То есть я, как христианин, могу продать другому человеку бутылку водки или нет? А ты ли продаешь бутылку водки? Ну, я выбиваю чек, беру деньги за нее. Ну, вот поэтому я ей задал вопрос, ты ли продаешь? Ну, конечно, а кто же еще? Не соседка по кассе, точно я. Погоди, а она была твоя, чтобы ты ее продал? Бутылка водки. Ну, прежде чем что-нибудь продать, надо что-нибудь купить. Ну, ладно, тогда давайте пойдем работать. Плантации, поворачивание табака. Это же не моя плантация, я просто ее обрабатываю. Тем более я ничего не скручиваю, может быть, я не знаю, что там будут. Может, из нее костер красивый получается. Может, она горит хорошо, для этого его выращивают. Тут, может, далеко уйти в таких рассуждениях, по-моему. Ну, я бы, на самом деле, пошел бы по порядку. Наверное, нужно определить, что точно черное, что белое. Потом вернуться к пограничным вещам. Какой-то принцип нужно, наверное, разработать. Ну, как бы, прийти к какому-то принципу в этих вопросах. Ну, что точно черное? Да, вот что точно черное, на ваш взгляд. Производство наркотиков. Да. Замечательно, чернее некуда, да? Да, проституция. Так. То есть в этих делах христианин не вправе, никоим образом. Да и не только, наверное, христианин. Да и не только, наверное, христианин. Это противозаконно. Любой человек с моральными качествами, даже если бы это и было законно, все равно должен, потому что в некоторых странах и проституция легальна, у некоторых других и наркотики определенные виды тоже легальны. Но человек с высокими моральными качествами, по идее, должен не участвовать во всем, что с этим связано. Ну, вот церковь, к которой я принадлежу, она также против того, чтобы ее прихожане участвовали в производстве и изготовлении алкогольных напитков, их как бы реализации, да, табака и так далее. Это законно, в нашей стране это может, но как бы верующий человек может ли это себе позволить? Потому что алкоголь убивает другого человека, табак тоже убивает другого человека. И ты, если на этом зарабатываешь, то ты также как бы в этом принимаешь участие. Ты наживаешься на том, что разрушает и убивает другого человека. Оно вот кажется очень, ну, контрастным. Это вот черное, да? То есть открыть табачный ларек мне, как христианину, не подобает. Да. А работать, быть продавцом в том табачном ларьке, вроде бы не хозяин, да и продукция табачная там занимает, ну, 3-5-10% всего товара. Ну, если это только табачный ларек, то там наоборот 90% табак. Наверное, туда бы я бы не пошел работать. Табачный ларек, алкогольный магазин или что-то связанное, предприятие связанное с их производством, да? Вот. Но для меня это ясно. Ну, вот, например, в современном обществе появились гипермаркеты, да? И там кассир на кассе сидит, он что продает, какие он услуги оказывает, да? В принципе, он все продает, да. Он продает все, но на самом деле это хороший вопрос, он ли это продает? И вот здесь вот, на мой взгляд, мы уже переходим к такому пограничным вопросам. И здесь я вот знаю, что нет однозначного мнения среди верующих людей. Ну, то есть есть люди, которые говорят, да, это не мое, я вообще тут и хлеб, и все прочее, да, никому я не навязываю свою продукцию, ничего я не рекламирую, ничего не продаю. Я просто, как бы, ну, сканирую то, что поставлено на ленту, и нажимаю кнопочку, и принимаю деньги, и все, да? Задача кассира, это не вопрос, что он продает, а вопрос работы с финансами, да? Он оказывает финансовые услуги для этой организации. То же самое бухгалтер, который потом отчитывается в налоговую на основании вот проданного товара, же он тоже фактически с этим товаром работает. Это тоже от этого, от этой работы организация получает прибыль и так далее. Но можно ли сказать, что бухгалтер, там, грубо говоря, как и кассир, они занимаются продажей алкоголя, и поэтому это не по-христиански? Я считаю, что это непростой вопрос, и я бы вот не стал бы так огульно обвинять этих людей в том, что они ведут нехристианский образ жизни. Ну, а где грань тогда? Потому что продавец табачного ларька или алкогольного ларька, он точно так же не хозяин, он точно так же всего лишь работает с финансами. Он точно так же просто вот взял с полки, отдал, и он даже неволен этого не сделать, раз он уж сидит на этом месте. И какая разница тогда, сколько процентов? 100 ли процентов продукции ты передаешь вот так вот через твои руки проходят, которые нехристианские, так скажем, продукции, да? Или 20 процентов, или 5 процентов, если ты сидишь в огромном супермаркете, и в основном идут продукты, но нет-нет, проходит и где-то и вино, и где-то водка, и где-то еще что-то неприемлемое для тебя, как для христианина. После какого процента, грубо говоря, начинаются проблемы с совестью? 100 процентов мы сказали, нет-нет-нет, не надо так. Ну вот, если в табачном ларке появляется кроме табака еще и жвачка, мы говорим, ну ладно, там 2 процента жвачки ты продаешь, не-не-не, это все равно неприемлемо, ты же все-таки в основном табак продаешь. А потом ты переходишь в гипермаркет, и у тебя становится табака 5 процентов, а всего остального 95 процентов, и мы говорим, а, ну это уже... В какой момент это стало лучше? Это же практически не грех. Да. Практически не грех. Я думаю, что мы должны, верующий человек должен у себя полностью каким-то образом лишить возможности такой. Вот смотрите, есть так называемые дилеры, да? Мы знаем, кто такие дилеры. И есть преступные группировки, которые занимаются производством наркотических средств. Дилеры, они же не являются собственниками всего этого дела, в кавычках. Нет, это человек, который отнес, грубо говоря, взял здесь, отдал там. Но мы говорим, ну это грех однозначно. Но, а если, где наркомания, мы понимаем, что это вред, алкоголизм, да, это тоже вред. Но даже частично, даже немножечко, если я своими действиями поддерживаю этот грех, то я уже становлюсь соучастником. Просто да, я согласен. Если это виноводочный магазин, то там стопроцентное мое участие. Если это обычный супермаркет, там 2-3% проходит алкоголя. Но это мое участие. Частичное участие в распространении. Но ведь так можно далеко зайти. Водитель табачного завода. Я вожу людей, которые возят, которые идут на работу для того, чтобы производить табак. А я работаю на водоканале, который обслуживает в том числе и табачный завод, и алкогольный завод. Я плачу налоги, зарплата учителей, многих медиков и так далее. Она также формируется с тех налогов, которые платят эти предприятия, имеющие прибыль. Через реализую алкоголь и табак. Что получается? Я работаю в хозяйственном магазине, продал нож, а этим ножом убили человека. Да. Это совершенно другие обстоятельства, на мой взгляд. Потому что мы продаем вещи для разного использования. И цель у них одна. Но убить можно столом, стулом, чем угодно. Может, этот человек купил бутылку водки не для того, чтобы пойти ее выпить, а для того, чтобы настойку какую-нибудь сделать. Ну хорошо, кассир на кассе гипермаркета не имеет морального, так скажем, права, с вашей точки зрения, там, с точки зрения верующего человека, продавать алкоголь. Не имеет. А бухгалтер, который не трогает руками вот это, не пропуская через это там пик и так далее, он имеет право на отчеты составлять на основании? Это по-христиански или нет? Мне кажется, тут не было... Я не пробовал. И меня совесть за это не осуждала. Мне кажется, тут не прозвучало слово «не имеет права». Тут прозвучал вопрос, желательно это или не желательно. Это морально или нет? Вот, значит, кассир, кассир, это не морально. А бухгалтер, который не трогает это руками, это морально? Ну вот я, например, когда было рекламное агентство, мы им занимались, были разные заказы. Мог прийти, там, Билайн, например, и попросить исследование провести. А на следующий день приходили сигареты и говорили, проведите для нас акцию. Нет, акцию проведите для нас. Акцию, еще интереснее. Ну, я как христианин, понимая, что те сотрудники, которые трудятся у меня, они будут ходить в промо-форме с известным названием сигареты и говорить, купите эти сигареты. Я понимал, что это не нужно делать. Ну, на мой взгляд, это черное и белое, это очевидно. Ну, а почему? Это же один процент его зарплаты, зарплаты его организации. Это очевидно, что рекламировать на алкогольную и табачную продукцию, вот это вот очевидно, ты участвуешь в ее реализации. А вот когда ты сидишь на кассе, ты кассир, ты указываешь услуги финансиста, а если это все автоматизировать, может, в какое-то время не будет нужны в людях, но сегодня нужен человек, который взял пик, пик сказал, сколько стоит, но это не ты продаешь. Хорошо, ладно, мы как-то привязались слишком сильно к алкоголю и табаку, но если отойти немножко дальше, банально, кинотеатры, художественные фильмы, игры для детей, там всякие видеоигры, компьютерные игры. Это что же можно поделить и сказать, с одной стороны, вроде как ничего плохого нет, а с другой стороны, а ничего хорошего тоже нет. Да, и фильмы, и игры тоже бывают разные. И они разные бывают, да. И здесь тоже нужен как бы выбор, и ты сидишь там, включаешь, да, вот этот фильм я буду включать, этот не буду включать. Тогда, получается, ты не можешь и на кассе кинотеатра сидеть, и не можешь, этот, не знаю, да вообще христианин... С чем заниматься тогда в этом обществе, да? В водоканале тоже нельзя. Получается, что мы сейчас дойдем до крайности, нигде нельзя работать. А личная ответственность человека другого, который умышленно приходит в гипермаркеты покупать, а где его? Вот это его ответственность. Моя ответственность, что я не организовал такой магазин, но не моя ответственность, что мир вот так вот, ну вот так вот все в нем перемешивается постепенно, да, и все начинает быть взаимосвязано. Раньше, наверное, было проще. Был вот этот винный магазин, этот продовольственный магазин, этот хозяйственный магазин. А сейчас все под одной крышей стало. А человек, который работает в охране, вроде, казалось бы, закон защищает. Что он охраняет? Алкогольную продукцию, да? Ну, просто охраняет этот кипермаркет, в котором все это продают. И у него под одной крышей и алкоголь, и компьютерный клуб с видеоиграми, где непонятно, что там тоже делают, непонятно, что показывают. А за углом кинотеатр, опять же, все под одной крышей. И утром показывают мультфильмы для детей, а вечером показывают фильмы для взрослых. Скажите, а вы своей работой на сегодня удовлетворены? Она приносит вам радость, удовольствие. Вы чувствуете, что вы делаете полезное дело? Как людей, которые открывают Библию перед другими людьми, как священнослужители. Вы чувствуете, что ваша работа, она полезна? Я однозначно считаю, что да. И даже то, чем мы сейчас занимаемся, оно однозначно полезно, потому что мы, во-первых, и в своей голове начинаем структурировать эти вещи. Думать хотя бы об этом. Думать хотя бы об этом, поднимать эти... Потому что мало кто вообще поднимает эти спорные пограничные темы. Легко сказать человеку, ты не должен, да? А вот посмотри с перспективы вот этого человека и современного мира. Я к чему веду? Если вы чувствуете удовлетворение от своей работы, понимаете, что вы делаете доброе дело, то если ты сидишь на кассе, берешь руки, бутылку водки или там еще чуть-чуть назад к теме вернуться, и оно тебе некомфортно от этого, или ты возишь людей на завод с сигаретами, и тебе оно не нравится. Может быть, стоит подумать на этот счет. Все зависит от внутренних ощущений. Я тоже говорю, что человек зависит. Я искренне считаю, что работа должна приносить удовольствие и наслаждение, и ты должен чувствовать, что ты делаешь доброе дело. Какой смысл вообще ходить на работу только ради финансов? Но может быть, есть еще огромное количество организаций, где ты можешь себя найти. То есть, конечно, вопрос неоднозначный, 100%. Но если заглянуть к себе вовнутрь, ты найдешь для себя ответ. Всех параллель разный абсолютно. Один сидит на кассе и мучается совестью, что он вот этот товар... А другой берет водку, флаг тебе в руки. А другой удовлетворен тем, что он оказывает профессиональные услуги кассира. Он помогает людям рассчитаться в этом гипермаркете. Он не ассоциирует себя с продажей конкретного товара. Он воспринимается именно как финансиста. И может быть, даже свидетельствует о своей христианской жизни тем, что людям не хамит, не грубит и является действительно добропорядочным кассиром в том месте. И всем улыбается, и бабушке где-то, может, еще что-то поможет. И так далее, и так далее. Ну, знаете, друзья, может быть, я воспитан иначе. Может быть. Но лично для меня было бы сложно даже в руки взять то, что кассир на кассе может брать несколько десятков раз в день в руки. Я думаю, что, да, в принципе-то, все делится на созидании и разрушении. И своей деятельностью я не могу участвовать в разрушении чего-то, либо даже на какой-то процент, малый процент. И это мое личное убеждение. Я считаю, что христианские принципы, они потому и называются принципами. В противном случае это уже не принцип, это пожелание, это рекомендация. И очень многие люди в современном мире к священному писанию относятся как к пожеланию и рекомендации. И совершенно забыли о том, что это Божий принцип, это Божие установление. И большинство, к сожалению, считает, что мы жертвы обстоятельств. И поскольку я жертва обстоятельств, то Бог меня простит. Вы знаете, если бы в священном писании рядом с заповедью «Не убей и не кради» было еще написано «Не работай в супермаркете кассиром» или «Не придавай водку из ларька», да, действительно вопрос был бы как бы... И не сидели бы, наверное, и не обсуждали бы эту тему. Но именно потому, что там этих вопросов нет, то каждый для себя начинает интерполировать принципы из священного писания на реалии современного мира. Потому что священное писание писалось все-таки достаточно давно. И тогда не было этих супермаркетов, тогда были другие условия, другие реальности, другие все. И мы сталкиваемся с этим, и нам, и как христианам, и как служителям задают вопросы люди, а как поступать в этом случае? А как мы можем им помочь, если вот сидим здесь, нас четверо, и мы порой не в состоянии даже между четырьмя человеками определить вообще, как правильно поступать в той или иной ситуации? Настолько эти ситуации спорные, настолько эти ситуации неоднозначные, и каждый из нас смотрит и основывается, может быть, на каких-то текстах из священного писания, на каком-то личном опыте, на каких-то жизненных ситуациях, которые мы знаем. Действительно ли мы должны проводить вот эту черту и резать все на черное и белое? Или есть все-таки места, где, как апостол Павел говорит, а для чего мне быть судимым чужой совестью? Ну вот два библейских примера сейчас в голове у меня. Один из них — это Евангелие от Матфея, пятая глава, где Иисус говорит, «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». В принципе, на каждой сигаретной пачке написано «курение убивает». Ну да. Дальше Иисус, процитировав заповедь, Он говорит, «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» и так далее. Я думаю, что если бы во времена Иисуса Христа были подобные обстоятельства, то Он бы сказал бы, а всякий, который подал другому пачку с сигаретами, стал соучастником этого убийства. Поддал. А какая разница? А большая. Человек пришел в гипермаркет, он сам ее взял, он не подал. И я ему в этом никак не посодействовал, потому что это не мой гипермаркет. Не я организовывал принцип его работы, понимаешь? Я ему ничего не поддавал, он сам взял. Я только помог ему рассчитаться, и рассчитаться не за пачку сигарет, а за весь комплекс услуг, которые он там в этом магазине, за весь товар, который он в магазине приобрел. А в Библии также есть другие слова, да? Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Каждый человек ответственный за свои поступки. И не нужно вину, например, человека, идущего в гипермаркет, покупающего там алкоголь или сигаретную продукцию, заваливать на кассир. Хорошо, такой пример. Я работаю в магазине, сижу на кассе в гипермаркете, и тут мой сын на кассе с корзиночкой, в корзиночке алкоголь или еще что-нибудь негативное. Что, ничего не ёкнет? Душа. Даже если я не сижу на кассе, всё равно ёкнет. Вот именно. Так выбор-то... А я бы не продал бы своему сыну. Даже если бы я не был собственником этого магазина. Хоть я даже не устанавливал весь этот процесс торговли и так далее. Потому что тогда бы меня серьёзно зацепило это. Потому что мой сын погибает. И я, хоть и частично, но стал соучастником этого процесса. Да, это очень маленькая часть. Здесь проблема будет заключаться в том, что вы несёте ответственность за своего сына. Несу ли я ответственность за... Даже сидя на кассе, за всех проходящих через эту кассу? Думается мне, что жизнь христианина, она в принципе должна созидать. И жизнь своего собственного сына, и жизнь всех людей, которые меня окружают. И мне понравилась мысль о том, что работа, работа любого человека, это его вклад в современное общество. Работа нужна не только для того, чтобы деньги зарабатывать, продлить своё существование. Работа нужна для того, чтобы созидать. И когда у строителя спрашивают, ты что делаешь? Он говорит, работаю. А другого ты что делаешь? Потому что я дом строю. Это же разные вещи. Разные, абсолютно верно. Поэтому я вот... Да, в нашей церкви есть правила. Алкогольная продукция и продукция табакокурения не должна ни производиться, ни продаваться верующим человеком. Вот есть товары, есть услуги. Есть товары, которые грех производить и продавать. Это алкоголь и курение. А есть услуги, которые оказывается тот или иной работающий человек. Вот услуга кассира сама по себе, она не является греховной. А услуга продавец алкогольной продукции, она греховна. Вот я в своём сознании разделил услугу кассира и услугу продавец алкогольной продукции. Или производитель алкогольной продукции. Или организатор процесса продажи алкогольной продукции. Поэтому для меня это вот так. И естественно, я абсолютно согласен, что человек по своей совести будет решать этот вопрос, когда он придёт устраиваться в гипермаркет с христианином на должность кассира. Это будет его совесть. Если его совесть не осуждает, у меня к нему вопросов не будет. А если его совесть осуждает, то, конечно, тогда лучше я могу выбрать другую профессию. Вот в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что если кого-то осуждают мои действия, или если чья-то совесть страдает от моих действий, то он говорит, я этого вообще никогда не буду делать. И может быть нам, даже если я не понимаю, почему я не должен этого делать, стоит руководствоваться этим принципом. Другой человек понимает, почему не стоит этого делать. Вопрос совести — это очень серьёзный вопрос. И может быть поэтому в тех случаях, когда с совестью всё нормально, с совестью порядок, она меня не осуждает, вот тогда Священное Писание нам помогает понять, а что правильно, а что неправильно. Если я начинаю быть ответственным за свои действия, если они идут в разрез с совести другого человека, оно немножко похоже на оскорбление чувств верующих. То есть человек верит, что вот так нельзя, а я как бы, в принципе, считаю, что да, так можно. То тогда на самом деле практически ничего не остаётся, где бы и чем бы христианинам заниматься. Потому что банально, вот мы сказали, там есть и игровой бизнес, и казино, и лотереи всякие, и компьютерные игры, и спорт, в принципе, тоже некоторые не приемлют, некоторые христиане. И магазины там для взрослых, например, ещё что-то. Каждый для себя изберёт вот этот и скажет, для меня вот это неприемлемо. Другой скажет, для меня это нормально, вот это неприемлемо. Тогда что получается? Я должен учесть всю эту совокупность и сказать, я тогда вообще ничего делать не буду? Ну тогда я вообще ничего делать не буду. Нет, я думаю, что есть такая сфера. Безусловно, их много. Просто мы часто больше говорим о таких вещах, которые под христианским запретом, под запретом библейским. Но, тем не менее, достаточно их количество. Вот поэтому и приходится каждому человеку руководствоваться и своей совестью. И вот, в частности, это то, почему мы призываем людей, каждому лично исследовать Священное Писание. Потому что я не могу отвечать за то, что вы поняли из Священного Писания. Или что вы поняли из Священного Писания. Я должен сам вникнуть в него, сам что-то понять, сам решить, во что и в кого я верю. И вот тогда это будет мой принцип, которым я буду следовать. Спасибо, дорогие друзья. Продолжим. В следующий раз. Сию полемику. Редактор субтитров А.Семкин